В устах наших политиков слово НАТО стало синонимом слова «халва». Знаете, если ты сто раз скажешь слово «халва», во рту слаще не будет. Так и от того, что сто раз пообещаем вступить в НАТО, никто нас там не ждёт и никогда мы там не будем. В силу различных ситуаций и экономических стандартов, и геополитических, об этом уже очень много говорилось. Реально нам дали унизительную подачку. Вот реально. Потому что 60 миллионов долларов на оборону, из которых львиная часть пройдёт через инструктажи, через методички, через различные фонды взаимопомощи. Ну и знаете, если бы я сейчас в студии, вот каждому тут присутствующему начал предлагать по одной гривне, на меня бы все обиделись. Это унизительно, оскорбительно, ненормально. Точно так же, как если бы начали предлагать эти деньги пенсионерам, учителям, врачам, которые нуждаются. Да, мы нуждаемся в помощи, но не в помощи, которая эквивалентна пяти танкам или одного вертолёта. Это ничего не решает. Поэтому в данном случае нужно было сказать «спасибо», а подумайте о реальной помощи. А формально нам всё время показывают только звезду с неба. А знаете, как говорят опытные женщины? Они говорят, что если мужчина тебе обещает звезду с неба, то приятно пусть ему делает ветер. Понимаете? А у нас ситуация такая, что у нас психология в этих переговорах даже не, как у женщины, низкой социальной ответственностью. А такая вот вообще продажная, полностью пораженческая, на всё готовая психология. Так не выходят на внешнюю арену, на внешние рынки. Мы, если хотим, знаете, говорят, хочешь, чтобы тебя принимали как короля, веди себя как король. Это относится к нашей внешнеполитической в целом политике. Потому что мы должны себя уважать, мы должны ставить нормально вопросы, и у нас должны быть альтернативы в переговорах и возможности разных конфигураций. Мы лишили себя альтернатив, когда вписали в Конституцию, что мы так идём в НАТО. Так с нами сейчас легко торговаться на самом деле. Говорилось всё что угодно, сухой остаток, 60 миллионов подачка, а кредит на усиление американской экономики мы будем выплачивать в сумме 3 миллиарда долларов.